Всем всего, меня зовут Андрей и у меня импотенция. Этот недуг коснулся уже многих, и один из способов от него избавиться, это поиграть в непривычные и новые для вас игры. Но где взять эти игры по адекватной цене? К примеру, шикарная игра Warhammer Space Marine 2. Она стоит в Steam 3199 рублей, но чтобы пополнить кошелек Steam'а, нужно будет доплатить еще за комиссии, ну и прочие сборы, и цена изменится, что очевидно. Сервисов для пополнения кошелька Steam много, но какой из них самый выгодный? Ответ найден, GameKeyBot. Это бот для телеграма, с помощью которого можно пополнить свой кошелек Steam с самой низкой комиссией на рынке. К примеру, тот же Space Marine 2 в Steam обойдется вам примерно в 35 долларов. Если пополнить баланс Steam'а через GameKeyBot, вы заплатите 3579 рублей. В случае, например, с Купикот, сумма, которую вам придется отдать, составляет уже 3903 рубля. Если пополнять через Steam Balance, то сумма будет равна уже 3981 рублю. Ну и если пополнить кошелек Steam'а через PlayBerry, то отдать придется 3710 рублей. Я думаю, что не нужно быть гением математики, чтобы понять, в GameKeyBot самая выгодная цена. И вот вам наглядная таблица, где отчетливо видно, что в GameKeyBot комиссия и прочие сборы меньше. В некоторых случаях почти на 500 рублей. А это не мало. За эти деньги можно еще одну игру купить. И это уже даже не говоря про удобство сервиса. Бот находится в Телеграм. И поэтому вам не нужно лазить по разным сайтам и прочему аду. Зашел в Телегу и в пару тапов пополнил свой баланс Steam'а. Так что переходите по ссылке в описании и экономьте немалые деньги. При этом делая это куда удобнее. Ссылка на бот в описании. Причины болезни довольно обычны и просты. Игровая импотенция это просто эмоциональное выгорание. Оно касается многих видов деятельности, но с играми есть одна такая проблемка. Игры это то, что должно приносить удовольствие. Это выгорание может происходить по многим причинам. Огромное количество времени проведенное в играх. Играть в одни и те же жанры, ну и так далее. Первые симптомы выгорания примерно следующие. Вы хотите играть в игры на полном серьезе, хотите. Но как только появляется возможность и выключаете компьютер, начинаются тупники. Вы вводите курсором по рабочему столу и просто откровенно тупите. Выбираете во что поиграть наконец-таки. Но сразу после запуска игры или минут через 20-30 ловите себя на мысли, что вам тупо не интересно и скучно. Казалось бы, чего тут такого? Ну не интересно и все. Но играть то вы все равно реально хотите и продолжаете хотеть. Вы запускаете другую игру, потом еще одну. И в конце концов ловите себя на мысли, что может быть это современные игры говно. Ну тут на самом деле сложно. Многие из них действительно говно. Но даже когда вы установите себе старые и любимые игры детства, эффект будет тот же. Вам будет просто не интересно играть. Хотя до запуска игры вы прям находились в предвкушении. Но как только начали играть, все сломалось. Вы продолжаете по инерции интересоваться игровой индустрией. И пусть вам хочется играть даже в те же самые новинки, но вы не можете высидеть в этих играх больше получаса. Вы начинаете проходить эти игры на ютубе, смотреть стримы и по факту больше не играете. Пусть даже и хотите. Примерно так протекает и прогрессирует болезнь. Ну давайте поговорим о методах лечения. Сначала о неправильных. Самый основной совет, который обычно дают люди, это мол, завяжи с играми и все, делов-то. Но люди, которые дают такой совет, не понимают, что играть на самом деле хочется. Как минимум во время предвкушения. Например, вы на работе, ну или заняты чем-то не очень интересным. И вы уже предвкушаете вечер, который хотите посвятить играм. Но так или иначе, все равно натыкаетесь на эти симптомы, про которые я говорил ранее. И люди, которые дают такие советы, на самом деле не понимают, что для многих из нас, игры это большая часть нашей жизни. К примеру, я играю в игры с конца 90-х годов, со времен еще Дэнди. И просто взять и выкинуть это увлечение я не могу. Поэтому такой совет, как завяжи и больше никогда не играй, я даже не рассматриваю. Если вы иногда, изредка играете в игры, то вам, нас, задротов, понять будет крайне тяжело. Мол, а чего тут такого, ну не играй раз не хочешь. Но в этом-то и проблема, повторюсь еще раз. Я хочу играть, но как только начинаю, мне становится скучно и неинтересно. И такой метод лечения, в кавычках, крайне опасен. Это, как знаете, посылать отца за хлебом, он может просто не вернуться. Так же и вы. Уйдете, значит, трогать траву, в надежде, что через месяц вас отпустит, и вы вернетесь к играм с прежним энтузиазмом. Но вы уже не вернетесь, и больше никогда не появитесь онлайн в Steam. Это, знаете, грустное зрелище. Так как тогда лечить этот недуг? Ну, для начала профилактика. Если вам нравится просто играть в игры, и вы не планируете их разрабатывать, то вот вам мой совет. Никогда не интересуйтесь, как и кто делает игры. Это, знаете, как следить за кино. Как только вы увидите закулисья, магия исчезнет. Ну, или может исчезнуть. Вам уже сложнее будет в наборе пикселей увидеть проработанных персонажей. Даже не персонажей, а, знаете, полноценных личностей. Вы уже будете обращать внимание на графику, анимацию, дизайн и так далее. В зависимости от того, что вас заинтересовало во время изучения закулисья. Я бы назвал это проб-деформация, но тут есть проблема. Вы же не разрабатываете игры, а просто интересуетесь, как это происходит. В редких случаях вам все-таки удастся получать удовольствие от сюжетных игр, от персонажей, ну и прочего. Но игра, которая способна заставить вас забыть все это за кулисье, которое вы видели, это игра, которая должна быть по-настоящему шедевром. К примеру, для меня такой игрой была Red Dead Redemption 2. В первое время я был в восторге от того, как эта игра сделана. Тестил ее на прочность, любовался волюметрическими облаками, и вообще кайфовал от игры с технической точки зрения. Я уже не думал, что игра меня сможет зацепить, как полноценное произведение. Я имею ввиду персонажа, историю и прочее. Но нет, к концу игры я уже забыл, что это просто набор пикселей на экране, и искренне грустил от концовки игры. Но это для меня, к сожалению, редкость. В основном, играя в игры, я смотрю на то, как она сделана, рассматриваю модельки и прочее. Пока еще до уровня Ванамаса, с подсчетом его полигонов, я, конечно же, не дошел. Но уже эта деформация, к сожалению, у меня имеется. А вот с игровыми механиками все чуть иначе. Даже зная логику игры, можно кайфовать от нее, но уже значительно меньше. Хотя, если это соревновательная игра, то как раз таки от этого вы и будете кайфовать. Но мы сейчас про сюжетные игры. Также к профилактике я отнесу и дозированность. Не стоит играть в игры много. Ну, разве что это доты или кэс, тогда вы как бы пропадщик человек, и до свидания. Хе-хе, шучу. Тут я на самом деле думаю, пояснять этот тезис не надо. Уставать можно от всего, даже от самого крутого. Даже от денег люди устают, от бесконечного гедонизма и прочего. Ну, мозг так устроен. Нужен хоть какой-то режим, ну, не говоря уже про аскетизм. С ним вы можете получать кайф даже от обычной газировки, если будете позволять себе ее раз в месяц, например. Ну, а теперь лечение. Раз вы уже дошли до дна, и игры больше вас не радуют, то ни в коем случае не делайте две вещи. Не пытайтесь делать длительный перерыв, как я и говорил выше. После него вы можете больше никогда не вернуться к играм. И не стоит накидываться на все игры подряд, чтобы попытаться заполнить образовавшуюся дуру в вашей душе. Это не поможет. Для начала, очевидно, смените жанр игр. К примеру, я всегда любил шутеры, RPG, ну и прочий мейнстрим. И как только я перестал получать истинный кайф от игр, я начал думать, куда себя пристроить. Естественно, сразу начал качать игры детства. От второго фоллаута до черного плаща на эмуляторе, но ничего не помогло. Тогда я понял, что нужно просто что-то новое для меня, но не кардинально отличающегося от того, что я люблю. И мой взор пал на Mountain Blade 2. Игра казалась сложной. Мозгу пришлось думать больше 15 минут и даже, даже читать текст. Что в современном мире однотипных игр, ну это какая-то дикость, из-за чего и начал формироваться интерес к игре. Я не смотрел гайды, туториалы и прочее. Задача была разобраться в игре самостоятельно. И вуаля, через один игровой день я полностью освоился и начал получать неподдельный кайф от игры. Мне в этом очень сильно помогло ощущение первооткрывательства. Я не играл в первую часть, не смотрел ролики по ней. И вообще для меня это была игра, игра загадка. Видел только очень давно минут 40 стрима по ней и все. И то, все что происходило на экране во время этого стрима было для меня, ну, тайной и чем-то непонятным. Игра оказалась не сложной с точки зрения механик. Но когда я в них разобрался, то поставил себе цель. Огромное королевство. И эту цель пусть я так и не выполнил, но пока я шел до нее, почти каждый час в игре я получал неподдельное удовольствие. Я провел в этой игре около 100 часов. И эта игра вернула меня в это шикарное состояние, когда игры просто радуют. Поэтому если вы, как и я, хотите играть в игры, но спустя полчаса становится скучно, даже если вы играете в любимые вами жанры, и даже если вы играете в любимые игры детства, смело меняйте жанр. Но выбирайте для начала какой-то смежный продукт. Не стоит разворачиваться на 180 градусов. Например, от шутеров прибегать к квестам. Выберите что-то смежное. Также я бы рекомендовал вам перестать следить за индустрией вообще. Перестать читать новости, смотреть обзоры, ну хотя бы на время. Играйте в игры, но не перенасыщайте свой мозг информацией про них. Тогда даже новинки индустрии будут вас радовать. Ведь вы не смотрели трейлеры, стримы, презентации и прочее. И игра просто-напросто может вас удивить. И подарить ощущение первооткрывательства. Но тут опять же нужна некая красная линия. То есть не делайте так на постоянку, а просто очистите свой мозг от всякой этой лишней информации хотя бы на время. Если вам какая-то невыжидшая игра интересна, соблюдайте цифровую гигиену. А если неинтересна и вы хотите глянуть стрим любимого блогера, или летсплей по этой игре с любимым блогером, тогда почему бы и нет. В целом эта болезнь опасна, и к профилактике нужно относиться крайне серьезно. Играм в современном восприятии этого слова буквально 20 лет. И за 20 лет не так много исследований было на эту тему. Так, стоп. Это же строчка текста из ролика про вейпы. Не превращайте игры и другие развлечения в рутину, и будет вам счастье. А если уже не стоит на игры, меняйте жанры. Играйте меньше, играйте с друзьями почаще, ну если они конечно же есть. Играйте в те игры, которые заставляют вас думать. Я знаю, что думать больно, но иногда полезно даже в рамках игр. А иначе вы лишитесь игр через год, через два, через пять или десять лет. Для многих это может показаться мелочью, но игры ничуть не уступают фильмам, сериалам и книгам. И как сложно жить в мире, когда ты от какого-то из этого медиа не получаешь истинного удовольствия. И да, раньше конечно же трава была зеленее, и вы еще не раз поймаете себя на мысли, что раньше игры-то были крутыми, не то что сейчас. Но и вы были моложе, и для вас почти все игры и все жанры были в новинку. А сейчас, в силу жизненного опыта, вас сложно удивить. Но все равно не стоит ускорять процесс превращения в нудного старика. Рано или поздно вы все равно им станете, но лучше замедлить этот процесс, и подходить к развлечениям чуть более рационально. Что ж, а на этом все. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, а также залетайте в мой телеграм-канал. И спасибо за поддержку на Бусти, вы какие-то сумасшедшие. Я этого очень сильно ценю. А на этом уж точно все. И всем всего. Мы слушаемся, надеюсь, скоро. А может нет, кто знает.